здравствуйте уважаемые подписчики сегодня у нас такой надеюсь короткий диалог будет монолог сегодня корреспондент наши коллеги из сайта сути news выпустили прямой эфир с уже наверное прогремевшим на всю саратовскую не только в область с александром стенкин я так понял на эфир он опросился сам чтобы как-то обелить свою чудесную персону и рассказать всем что это не он это кто-то его сбил с пути истину можете пересмотреть эфир с сайта сути news у них прям свежим висит в контакте везде в доступе поймете о чем речь также для того чтобы если эта тема интересна можете пересмотреть ранее опубликованы на сайте нтв чп специальное расследование по данному товарищу у нас также на странице ввк это расследование есть можете посмотреть по я почему говорю потому что не будем окунаться в те темы которые уже прошли и были проговорены неоднократно это его директорство земский учитель он там получил миллионы ни разу не появляясь там в школе его директорство в холынском районе и многие кто о том как он там фельдшер акушером работал ну вот коротко о чем все-таки хотелось уточнить потому что в расследование нтв которые готовили мы вошло не все очень много материала у нас как снежный ком накопилось от показаний людей которые с ним где-то когда-то пересекались то есть они звонили нам в редакцию писали каждый из них готов дать какие-то свои показания если будет суд над данным товарищем по его похождения в чем сегодня корень нашей беседы корень будет в том что на господина стенкина ему вопрос сегодня сергей губанов задавал вернее на его жену оформлено такое учреждение о к цс он то есть о о о не путайте это общество граничной ответственности комплексный центр социального обслуживания населения директором учредительным там является господа госпожа стенкина это его жена кем там является сам стенкин неизвестно но через эту организацию сейчас вы видите вот скриншотики прошло как вам правильно озвучить три миллиарда рублей и сегодня в беседе сайте сути news он не опроверг и не подтвердила просто ловко ушел от этой информации сказав что там бедному стенкину его жене запрещает заниматься предпринимательской деятельностью принимать ска деятельности многие занимаются ну честно нормально то есть кто-то торгует тут услуги оказывает также как мы например мы сми мы тоже предпринимательской деятельности осуществляем но у этого товарища через эту организацию в двадцатом году ноль в двадцать втором ноль двадцать третьем думаю тоже будет ноль а вот в двадцать первом году через эту организацию проходит три миллиарда рублей декларации измерение идет в тысячах рублях данная декларация взята из открытых источников она подписана усиленной квалифицированной подписью налогового органа и ранее мы думали о том что это может быть ошибка и была какая-то уточненкой ну наверное это три миллиона рублей но уж точно не три миллиарда но нет александр сегодня подтвердил что это три миллиарда а в прибыль у них ушло два миллиарда триста тысяч 700 миллионов рублей ушло на управленческие коммерческие и так далее расходы и вот теперь у меня вопрос к фискальным вашим органам к органам контроля за экономическими преступлениями абэп вы чего сидите если это так почему журналисты и уже федеральные каналы об этом говорят а вы никто из вас не предпринимать никаких действий по хотя бы понимание что это за деньги понимать 3 миллиарда рублей это бюджет балаковского муниципального района весь ну практически так три миллиарда это какая-то госпрограмма могла бы быть по переселению например всех выдачи квартир сиротом всех балаковского района и более или например переселение из ветхого аварийного жилья это три миллиарда рублей проходит через нулевую оошку в которой отношение имеет два человека в браке о которых наслышана вся саратовская область что эти люди это какие-то гастролеры и я не буду сейчас утверждать решение суда никакого нет но все мы понимаем как правильно назвать этих людей и вот пожалуйста контролирующие органы я надеюсь что у вас остались хоть какие-то подвижники скажем так следователи которые готовы распутать от клубок и понять что за отмывалого происходит через эту нулевую ложку с учетом того что на жену стенки на форме этих ложек очень много например есть у нас образовательный центр тема который реально работает и есть такой же ложка с точно таким же названием на форме на жену также есть у нас на улице московской например институт там повышение квалификации я уж не помню как он точно назвать но точно таким же названием есть ложка оформленная на его жену вот именно с этой организации и связано уголовное преступление которое совершил стенкин как он все не утверждал погашены у него судимость еще условно и не прошла когда он пытался одной организации с учитель липовые дипломы за 400 с фигом тысяч рублей там его взяли сотрудники абэпа насколько я знаю мне информации с меченными купюрами и дали ему несколько лет условно ходит бродит продолжает заниматься а теперь к вопросу когда в эфире я писал редакции сути news о том что парень то не простой потому что но мы видим на чем он ездит это автомобиль марки вас там 15 модели оформлены на какого-то человека в ульяновской области вообще неизвестно даже не застраховано я насколько понимаю и через эту организацию проводится 3 миллиарда я говорю этот парень непростой задайте им вопрос ну кто его протежирует вот ну ребята задали вопросом года нет я самый простой предприниматель там обычный парень вот а вот теперь давайте я вам расскажу еще про обычного парня у этого обычного парня есть организация лифт-ремонт если у нее сара или лицензии сомневаюсь и вот эта организация лифт-ремонт нулевая такая же как у них куча этих кошек знаете кого обслуживаю областную думу саратовской области что никто не покрывает парни областную думу саратовской области а еще наш больничный городок а еще моему мвд было пугачевская там у правда немного другие услуги оказывают а теперь представьте вот эта нулевая ложка которая во главе со стенкиным то он представляется там главным инженером то юристом то просто там разнорабочим в этой организации лифт-ремонт где-нибудь больничном городке когда-нибудь из-за плохого обслуживания с которым заключенный контракт упадет лифт с больным не дай бог кто локти кусать будет потом ладно простой ведь парень облдуму обслуживает губернатор может быть застрянет в лифте потом подумает а с кем-то они там это договор-то заключили на обслуживание лифтов вот вам простой парень а теперь снова непростом парни помните замечательный скандал когда все наши защитники животных там да действительно активисты которые уже много лет эту лямку тащит имеет приюты сами построены не буду про всех говорить они стараются сейчас там выбивают уже который год там землю пытается добиться там грант чтобы выдали реально люди которые руками все это через себя все это пропустили и кто же у нас получает грант на отлов бездомных собак гаражные кооперативы оформлены на стенки ну на его жену правда вовремя после публикации про балакова все дали заднюю расторгает контракт но там осталось порядка 35 по моему или 40 тысяч рублей которые уже успели перечислить а свой и соответственно пять собачек господин стинкин должен все-таки по моему отловить стерилизовать и насколько нам информация доходила о том что бегал он по различным ветеринарным клиникам и просил чтобы ему подобные документы кто-то подписал мы видим его все ему отказали вот но тем не менее кто же выдал этой ложки вернее а ножки некоммерческим гаражную кооперативу грант государственный нулевой скандал вообще просто и что вы хотите сказать что за этим парнем никто него не протекционирует почему получает там где обычный гражданин получил бы в лишении свободы однозначно а у него условка он устраивается фельдшером предоставляю копии ксерокопии документ сегодня слезливую историю рассказал о том что ему просто квартиры там не понравилось которые мы предоставляли а мы были общались главным врачом марксской больницы он нам рассказал о том что до человек предоставил ксерокопии документов по моему документы у него кисловодский медицинский колледж их там два мы сегодня позвонили в оба связались с обоими директорами и сделали запрос учился ли у них такой товарищ или опять этот документ является стенкина образным умудрили но пять дней пока он там проработал в этом фельдшерском акушерском пункте он успел уже бабушек принять консультации им там раздать представляете чем там наконсультировал как только узнали о том кто он такой естественно заключение для трудового договора с ним прекратили но тоже непонятно почему там не глава марксского района никто другой не подали на него заявление в полицию если у него нет документов на руках об образовании медицинском тоже странно да почему до сих пор в ульяновской области где он числится земским учителем получив миллион рублей миллион рублей 200 претендентов было на это место 200 в ульяновской области это 200 учителей с опытом с регалиями которые захотели работать сельской местности получить миллион рублей а их всех обскакал один из 17 их обскакавших был александр стенкин а есть у него вообще педагогическое образование имеет ли вам право преподавать ну как вот пояснил для сюжета нтв когда мы собирали информацию директор школы он там проработал 37 часов миллион растворился товарищ там не появляется уже более года это вот такой учитель до должен быть вот такие государственные деньги должны вот таким учителям отправляться самое интересное что мотивирует он это все тем почему не появляется ни на одном своем рабочем месте а у я напомню что он проработал балаковском сад детском саду комплексным рабочим по обслуживанию зданий вроде скажешь ну чё там зарплата маленькая так вот там не появлялся он просто ее получал числится он в музее истории города балакова тоже рабочим там 15 здесь 15 плохо что ли 30 тысяч не появляясь получать просто как премию капает плюс учителем он в ульяновской школе на ставке стоит 1025 наверняка тоже получает потом он одновременно это все в один период то есть он умудрился фельдшером еще устраиваться фельдшерско-акушерский пунктов поселке колос марксского района вот так нормально да парень нигде не появляется предоставляет больничный он уже несколько лет на больничный то дети то он тот жена то все и также к органам я обращаюсь к министерству здравоохранения во что составляет сложность проверить его больничные листы кто ему их выдает почему находясь по основному месту работы не появляется годами то если он такой больной дайте ему инвалидность а значит а говорят что она у него есть потому что детском саду он заявил что он инвалид не может он тяжелые там какие-то вещи выполнять работы может наоборот утаил о том что в некоторых учреждениях что у нее символенность если она у него непонятно и теперь то схема в которой он участвует по сегодняшний день 8 числа у него был суд о том что этот гражданин александр стенкин прописал у себя в принадлежащих ему или на праве аренды или на праве собственности помещениях кучу нелегалов и то есть вы можете спокойно зайти на мировой суд посмотреть в разделе движения дел и увидеть что суд сейчас перенесен знаете он что-то там залепила давайте всех найдем нелегалов будем расспрашивать их как свидетель то есть этот парень врет и крутится вот ну просто на ходу сегодня он вот там в самой редакции сути news рассказывал историю нашего с ним общения я этого пухляша еще раз говоришь пухляша помню прекрасно еще с бизнес инкубатора балаковского как он бабушек там клинингового агентства который он открыл пытался обмануть слава богу мы вас директором учреждении тогда поймали и на растерзание бабушкам отдали они с ним там не знаю вроде деньги вытребали так сегодня он там заявил что он на меня писал заявление там а было это очень просто позвонил нам вот этот скрипящий голосок вот этот из недрада и представился адвокатом александра стенки меня сразу понял что это он есть вежливо с ним поговорил вы хотите с хорошим адвокатом пообщаться дал ему адрес телефон нашего адвоката который с ним поговорил сказал что это какой-то чудной человек он ему объяснил что если он пойдет со своими претензиями в суд и что он проиграет в итоге сталкиваясь с нами лбами вот наша вот юрист действительно мощный юрист с огромным опытом работы ему объяснил все популярно и он слился слился просто написав заявление участковому полицию написал участковому заявление да я съездил дал объяснительно о том что почему в наших материалах было и как выпущено и полицейский мне тоже поведал веселую историю что он тоже оказывается знает александра стенкина и есть он там где-то то ли в мировом суде то ли где-то занял кого-то 5000 рублей и исчез вот но это со слов от самого полицейского там рассказывал мне эту историю то есть смех даже и там был и вот теперь нынешние схемы которые вот он продолжает действовать съем у него простая данный товарищ находит на авито или где-то объявление изъявлять желание приобрести помещение дачу квартиру встречается с владельцем квартиры дает ему задаток заключает предварительный договор и скрывается на выкуп имущество не является туда не переезжает найти его невозможно это общая схема и потом он подает в суд о том что вот продавец незаконно пользовался деньгами это незаконное обогащение вообще это был займ они какая-то там аванс за какое-то имущество или покупку на таком суде мы присутствовали доводит уважаемого человека он раньше работал водителем сейчас у него там по здоровью проблемы есть мы были на этом суде он там такие ему мхат надо просто не то что заканчивал ему надо идти вот в театр романа виктюка или куда-то играть это просто ящерица на сковородке так крутится и такую чушь несет главное что все понимают что он несет чушь и судья и адвокат и так далее но очень ловко очень мол хотим в любом случае вас предупредить о том что чтобы максимально было известно про этого человека чтобы с ним ни в коей мере нигде не сталкивались вот и однозначно хочу обратить еще раз чтобы органы контролирующие органы фискальные соответственно следственные органы провели расследование по его по деятельности его оошкам какие деньги через них проходят какие лифты он там обслуживает каким штатным персоналом и материальными средствами ну потому что хватит плавать хватит людей кидать и он живет среди нас ему не стыдно совершенно я вам точно говорю я был на суде и видел его жену думал что она там не безвольная жертва и он над ней там измывается из там принудительно сделал ее какими-то там участником своих махинаций так сказать нет она она полностью полностью на его стороне и полностью также дает неверные показания то есть она суде в открытую просто заявляет такие вещи что уму непостижим это в эту семейку уже ничего не исправит вот поэтому ограничить максимально свое общение надеюсь вы от него не пострадаете